Здравствуйте, дамы и господа, с вами снова Артур, и это совершенно необязательное видео, я не планировал его делать, просто сейчас я настраиваю новый микрофон, потому что старый оказался далеко не тем, что я от него ожидал, что от него ожидали вы, поэтому, соответственно, в комментариях было много нытья, да я и сам люблю поныть, как вы знаете. Прислали мне одну посмотреть, небольшую игрушку, она в принципе никакая, я сразу скажу, то есть это не реклама, это ничего, просто я сейчас настраиваю микрофон, это будет своеобразный подкаст, мы с вами посмотрим на эту глупую, некрасивую, скучную игру, и заодно я вам расскажу про то, что планируется на этой неделе, потому что у нас было где-то, наверное, полторы недели затишья, и дело тут в том, что помимо того, что у меня было очень много дел, сейчас я песю завел, как вы знаете, кстати, напишите в комментариях, а не показать, очень многие просто такие, собака, у тебя есть собака, тому подобное, в общем, кому нужно показать собаку, я могу сделать отдельное видео, в общем, ну просто показать, потому что реально вы меня начинаете задалбывать уже, напишите в комментариях, я пока побегаю в игру, и расскажу вам, что вас ждет на этой неделе. Так, игра, короче. Что я знаю про игру? Это игра, в которой вам нужно бить зомби, пока они не умрут. Зомби будет много. Почему-то игра по умолчанию дает мне геймпад. Я не хочу играть на геймпаде в эту игру. Окей, запустим по умолчанию. Короче, на этой неделе будет довольно много видео. Они по большей части все будут хоррорными. И, помимо всего прочего, у Nintendo, как вы помните, где-то года два назад была серьезная головная боль. В том плане, что она не давала возможность мне, допустим, как и другим блогерам, летсплеерам, стримлерам и тому подобное, выпускать видео на YouTube. Потому что они отключали монетизацию, кидали страйки и вообще странно себя вели. Это не значит, что на Wii U нет хороших игр, скажем. Ну, вы знаете, Wii U. Я с Wii U делал одно прохождение. Это было зомби-ю, которое мы потом прошли на ПК. Здравствуйте. Кого тут пристрелить? Первая волна начинает. После этого очень много проблем, короче, было. Я там многое хотел показать. Допустим, ремейк той же самой Зельды. Здравствуйте. Боже, вот это продают в Стиме. Помимо прочего, как вы знаете, специфика моего канала, это первые взгляды и прохождение хорроров. Так вот, на Wii U есть один просто офиг... О, боже. Ты-то кто такой? Есть... Хоррор, который называется Fatal Frame. Достаточно известный серий. Ты знаешь, по-своему прикольно. Если полосок вот этих не было, то на секунду можно было бы получи, притвориться, что эта игра интересная. Что у меня тут? О, господи. Можно выключить слоу-моу, я в нем хуже целист. И... Я все никак не мог найти после того, как вот где-то буквально месяца два-три назад произошло следующее. Требование... Это не только на Россию распространялось. Это распространялось и на... Зарубежных летсплееров, блогеров, стримлеров и тому подобное. То есть летсплеев на... Ты кто? На зарубежные... Ой, господи, на игре от Нинтендо особо-то и не было. Можно мне калашников? Сколько у меня денег? А, тут рубли, ты прикинь. Почему оно все как-то странно работает? Почему курсор мыши не отслеживается? Кто-нибудь может тебе объяснить? А ну-ка. С дробовиком тут в принципе можно навоевать, но... Господи, я всерьез вдумываюсь в эту игру. Ты знаешь, я буду ножиком всех бить. Просто бить всех ножик. Хотя ладно, да, попробуем что-нибудь. Распространялось, короче говоря, и на зарубежных. Вот месяца два назад это все дело спало. И теперь в результате можно относительно спокойно себя чувствовать по всему этому делу. Так, я купил ее? Нет уже в конце-то концов. Что с интерфейсом? Ага, окей. Я буду с катаной бегать. Я буду катаной юзер. Такой R1, 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 R1. Как это говорится в мире Dark Souls. Среди людей, которые играют в эту игру профессионально. Вот, я катаной юзер, короче. Фаттл Фрейм достаточно хороший хоррор. Но он японский. То есть... Ну, свидание. Помимо того, что он, короче говоря, довольно страшный. Потому что японцы могут в саспенс, там, атмосферу, как вы знаете. Он, помимо этого, еще и... Боже, что с этой игрой не так? Почему это продает за деньги? Я, знаете, я... Я люблю инди-игры, но, боже. Вот Steam Greenlight, я все-таки понимаю, почему закрывают. Вот поэтому. Потому что нам продают игру, которую собрал какой-нибудь товарищ в гараже. И проблема даже не в том, что это все, типа, там, вторично. И в этом вообще нет никакого смысла. Проблема в том, что... Здесь машины, дома, это все на работе. Ну, короче, это просто говно. Вот. С этим главная проблема таких игр. В общем, где-то с завтрашнего, с после завтрашнего дня я, наверное, начну это прохождение. Но игра очень своеобразная. И напишите в комментариях, нужно ли нам это дело. Потому что сейчас очень много планов. И если я начну это прохождение, то многие из этих планов я не успею. А планы такие, которые вы просили. А я рассказывать вам не буду. Потому что я хочу эту игру пройти. Вот. Это все, на самом деле, что я хотел сказать по прохождению. Потому что... У меня есть еще, допустим, Final Station. Но мне так и никто не прислал сейв. Потому что, как вы помните, я там убежал достаточно далеко вперед. Когда у меня на компе жесткий диск... Кирдыкнулся. Из-за этого я не могу продолжить эту игру. И микрофон, да. Я надеюсь, что вы оставите свои отзывы по поводу микрофона. Что тут и как. Катана, кстати говоря, ОП. И действительно конченая. Я могу сделать автофил. Но я, пожалуй... Сейчас еще одну волну, ладно. Я не знаю, почему я в это играю. Но я в это играю. Пока я играю, я буду играть. Хорошо? Так, у меня сейчас денег... Сколько у меня? У меня 450 Р. Если я возьму УЗИ... Так, это тоже не хватает. Может мне-то взять какой-нибудь... Да у меня ни на что хорошего не хватает, на самом деле. Поэтому хилки как-то тоже можно покупать. А, во, я понял. Окей. Боже. В общем, по поводу микрофона. Пишите свои за и против. Нравится микрофон, не нравится. С ним еще тоже нужно провести настройку. И это не последнее видео, в котором я уже, то есть, буду говорить, что вот, да, я настроил микрофон, там, и тому подобное. Чего добавить, чего прибавить, чего убавить. Микрофон у меня на данный момент самый попсовый, самый обычный. Я, в общем, когда покупал предыдущий, я заморачивался реально. То есть, я спрашивал у известных блогеров, что хорошего, что плохого в том или ином микрофоне. В результате получилось как-то, ну, не очень. Поэтому я просто взял самый обычный микрофон. Здравствуйте. Ну и в результате так послушал. Он звучит немного суховато, похуже в некоторых моментах. Чем, скажем, тот же Razer Siren, который у меня был и который приказал долго жить. Потому что это Razer. Но, типа, он при этом звучит очень близко к на DUSB, который у меня был до Razer Siren. И в некоторых моментах, он при том, что у него немного задраны там средние частоты, высокие немного глухо звучат, в нем есть какая-то теплота, которой не было. Вот на Razer Siren у меня голос был достаточно холодный такой. Так что, в первую очередь, меня интересуют ваши отзывы по этому делу. Как оно звучит? Нравится вам концерт концов или нет? Скажите мне, пожалуйста. В принципе, это все, что я могу сказать. Спасибо, наверное, разработчикам за то, что прислали эту, без сомнения, великолепную игру на посмотреть. Вы знаете, вот в сериалах там и во всяких... Во всяких аниме и тому подобное есть филеры. То есть, это такие видео, которые просто забивают пустоту, чтобы... Ну, как это называется еще? Льют воду, в общем. Вот, по сути, сейчас я лью воду, потому что мне нечего снимать. Но, скорее, это даже не так. Я просто показываю вам последние новости. Но игру я выбрал для этого не самую, наверное, удачную. Но, наверное, почему бы и нет? Я просто хочу сказать, что в ближайшее время вас ждет достаточно много хорроров на канале. Это будут именно инди-хорроры, в первую очередь. Потому что инди-хорроры, они при всей прочей стремноте, они еще и бывают откровенно страшными. Чего в последнее время с большими играми, честно, не происходит. Даже тот же Outlast 2 что-то как-то достаточно сильно разочаровал. Он был скорее не страшным, он был скорее каким-то таким пустым, что ли. Просто стрессовым и давящим. Ну, что-то такое, короче говоря. В общем, вот такие вот новости у меня на канале. И сегодня, может быть, еще даже одно видео выйдет. Посмотрим. Зависит от того, насколько быстро я все это дело буду обрабатывать. Игра трэш полной. Не подумайте, что я хотел вам ее показать как-то или что-то в этом духе. Просто подумал, о чем... Ну, что показать, пока я буду там рассказывать вам про микрофон. Потому что мне реально важно от вас услышать то или иное там, ну, хорошее или плохое мнение. Потому что за плохое я вас забаню, а за хорошее нет. И, соответственно, как-то вот попалась под руку эта игра. Я этим не горжусь. Я этим не горжусь, но почему бы и нет. Увидимся в других видео. В ближайшее время будет очень много. И среди прочих одно большое прохождение японского хоррора. Если я, конечно, все правильно с Wii U подключу. Если я смогу эту игру купить. Потому что на Wii U очень кривой магазин. Жалко, что у Nintendo Switch нет обратной совместимости. Потому что Nintendo Switch божественен. А Wii U это кусок крэпа просто откровенный. Ну и не думайте, на Twitch'е тоже будет хватать всякого всего. Собственно, увидимся, в общем. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok